Ушел в августе 41-го, а уже в сентябре перестал выходить на связь. Вот такой недолгой была война для Ивана Федоренко, уроженца Шипуновского района. Для всей семьи он был потерян на 80 лет. Федоренко Иван Самсонович, участник обороны Ленинграда. Погиб он, вероятнее всего, осенью 41-го года, потому что по данным военного комиссариата Шипуновского района, уже послевоенным, он пропал без вести в декабре 41-го года. Соответственно, последнее письмо от него было в сентябре, в начале сентября 41-го. Погибших тогда часто хоронили в окопах и воронках от снарядов, рассказывает Дмитрий, в одной из таких воронок и нашли останки нашего земляка. Опознать его удалось благодаря медальону. И, как показывает практика, это большое везение. Получить их успевали не все. Многие погибали раньше. Мы возвращаем это имя оттуда из небытия, из пропавших без вести в строй воевавших и погибших. Это человеческая справедливость. Восстановить человеческую справедливость пробовала и семья Федоренко, но самостоятельные поиски ни к чему не привели. А сейчас внуки и правнуки солдата получили на вечную память его медальон, личные вещи, флягу, пряжку от ремня, монету и медаль за оборону Ленинграда. Посмертно. Никак словами не передашь. Большое спасибо тех, кто нашел моего дедушку. Поставили точку, пропал без вести, пропал без вести. А где и кто ничего не знал, те же знают все. Вместе с вещами и наградой родственникам передали землю с мест гибели и захоронения солдат. Вместе со служивцами Иван Федоренко покоятся в мемориальном комплексе Синявинские высоты. А здесь, на Алтае, эту землю рассыпят над могилой сына красноармейца. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.